МВД России выступило с официальным заявлением. Документ, который вы видите на своих экранах, является фейковым, а содержащиеся в нем сведения ложью. В этом якобы документе сообщается, что с 22 сентября в России представители военкоматов будут дежурить на стационарных постах ГИБДД. Дорожные полицейские будут останавливать автомобили под управлением мужчин, после чего их будут направлять к представителям военкоматов. Якобы на внутренних городских дорогах будут дежурить мобильные группы. Эту информацию распространяют украинские и российские телеграм-каналы. МВД информирует, документ фейковый, хотя и выполнен очень искусно. Представители главного управления отдела безопасности дорожного движения вряд ли могут входить в мобильные группы. Их нет в регионах. Это офисные сотрудники управления по безопасности дорожного движения. Патрульные полицейские, отвечающие за дорожное движение, называются инспекторами ГИБДД. В документе размещена личная подпись Владимира Кузина. Однако сейчас в органах МВД используются индивидуальные цифровые электронные подписи. Кроме того, руководители подразделений госавтоинспекции на региональном уровне не входят в главное управление. Наконец, в регионах нет подразделений главного управления отдела безопасности дорожного движения. Дорожной полицией руководят начальник управления ГИБДД по определенной области, краю или республике. МВД России еще раз официально заявила, данная информация не соответствует действительности. Кроме того, сегодня представители регионального МВД сообщили журналистам, что сотрудники полиции в мобилизационных мероприятиях не участвуют и повестки по квартирам не разносят. В Ишневолодском районе на автодороге Красномайский-Фирово «Жигули-7» модели на скорости въехали в автобусную остановку. Водитель ВАЗа, мужчина 96-го года рождения, погиб на месте. В Калининском районе на автодороге «Золотое кольцо» автомобиль «Тойота» выехал навстречу, где столкнулся с «Мерседесом». Пострадал пассажир «Мерседеса» – женщина 71-го года рождения. От госпитализации она отказалась. В Кимрах автомобиль «Лада» наехал на пешехода. 40-летняя женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Водитель «Ладе» – 35-летний мужчина – не ожидал увидеть человека в неустановленном месте. С переломом ноги и черепно-мозговой травмой пострадавшая доставлена в больницу.